Суд продолжается. В Кирове прошло очередное разбирательство по ДТП с пьяным подполковником УФСИН. Произошли уже более года назад, в мае 2016 года. А здесь нет вообще остановок? Здесь нет, но дело в том, что здесь не проходят автобусы. Никакие, да? Никакие. Неудобно или не по правилам? Жителям улицы Мира не нравится строящаяся остановка общественного транспорта. Люди ходят в резиновых сапогах, перебываются на асфальте. У соседей. Забытая дорога. Кто отремонтирует дорогу в поселке Новом? Дело близится к завершению. Об этом сообщили участники суда по резонансному ДТП, которое произошло в мае прошлого года у Солнечного берега. Сегодня в Ленинском районном суде прошло очередное заседание по аварии с участием водителя такси и бывшего подполковника УФСИН. Последний к слову ехал за рулем пьяный. С подробностями из зала суда Анастасия Шерстнева. Мы вас допросим в качестве свидетеля об обстоятельствах, которые произошли уже более года назад, в мае 2016 года. На улице было сухо и светло. Обзору ничего не мешало. Об этом сегодня сообщили свидетели скандального ДТП на перекрестке улиц Ленина и Героя Костина. Несмотря на то, что авария произошла в 2 часа 50 минут ночи, дорогу было видно хорошо, заявляют очевидцы. Видели ли вы, что кто-нибудь перемещал автомобиль, детали автомобиля на месте? Нет, не на месте. Никто ничего не трогал, я правильно понял? Нет. Напомню, аварию зафиксировали камеры видеонаблюдения. На записи четко видно, как пропустив одну машину водитель такси, студент Дмитрий Баженов начинает поворачивать налево со второстепенной дороги. В этот момент в него на большой скорости влетает автомобиль. В результате пострадала пассажирка такси, 28-летняя Ольга Нелюбина. 1 июня она скончалась в больнице. Питаю, что виноваты оба, и они оба должны нести наказание за то, что они лишили человека жизни. Принеслись только горе семье, друзьям. Водителем автомобиля, который ехал по Ленина, оказался бывший полковник УФСИН Олег Ростовцев. Экспертиза показала, что в момент столкновения он был пьян и ехал не меньше 128 километров в час. Но следствие установило, что уголовный срок грозит лишь водителю такси. Со стороны подсудимого практически никаких у нас, так скажем, попыток связаться, принести какие-то извинения, материальную компенсацию не было. То мы все-таки думаем, что справедливым будет приговор с реальным лишением свободы. Но это уже все-таки на усмотрение суда. Дело в Ленинском районном суде близится к завершению. Осталось провести прения сторон, а затем будет вынесен приговор. Отмечу максимальное наказание по этой статье – до трех лет лишения свободы. Анастасия Шерстнева, Даниил Кочкин, Бюро новостей до Овеча. Неприятное соседство грозит жильцам дома на Мира-23. Под их окнами предприниматель, собственник цокольного этажа, строит остановку общественного транспорта. Люди обеспокоены, что павильон будет находиться слишком близко к дому. Есть и другие причины, почему жильцы против. А здесь нет вообще остановок. Здесь нет. Но дело в том, что здесь еще не проходят автобусы. Никакие, да? Никакие. Автобусов нет, но остановку строят. Анжелика Багаева, как и другие жители дома на Мира-23, обеспокоена строительными работами, которые на протяжении двух недель ведутся под их окнами. Собственник цокольного этажа решил построить возле своего будущего магазина остановку общественного транспорта. Однако жильцы дома против такого соседства. По словам жильцов, автобус будет останавливаться в специальном кармане вот у этого бордюра. Соответственно, где-то здесь пойдет пешеходная дорожка. А сам остановочный павильон расположится где-то вот на этом пятачке, буквально в двух метрах от жилого дома под окнами первого этажа. Соответственно, будет шум от автобусов. У нас автобусы сейчас не экологически чистый транспорт. И будет, соответственно, запах. Тут будут люди приходить в магазин, соответственно, будут стоять на остановке. Кто-то, может быть, курит. А может быть, сходили в магазин, купили чего-то себе покрепче, посидели тут же на этой остановке. Соответственно, будет шум. Сейчас по нечетной стороне улицы Мира, где и строится остановка, не проходит ни один автобусный маршрут. Но в администрации города считают, что при развитии микрорайона пассажиропоток будет увеличиваться. И рано или поздно транспорт начнет здесь останавливаться. При этом мнение жителей для того, чтобы установить павильон, совсем не обязательно, заключили чиновники. Согласие жильцов не требуется, если нет никаких нарушений. А в феврале комиссия собиралась, они выезжали на место, смотрели все параметры, которые по параметрам все здесь подходит. Не влияет на безопасность дорожного движения, поэтому было выдано разрешение. Но люди с этим не согласны. И свою правоту они собираются отстаивать через прокуратуру. А если потребуется, и в суде. Екатерина Зубарева, Николай Шахарбеев, Бюро новостей Дайвича. Героям нашего следующего сюжета общественный транспорт не приезжает. При этом люди сейчас боятся, что скоро и наличных авто, и даже пешком до своих домов они не смогут добраться. Несколько дорог в поселке Новом сильно разрушены. Усугубляет ситуацию и дождливое лето. Дмитрий Житарчук расскажет. Отсутствие бампера характерна и особенность местных авто. Оставить его на дороге здесь можно где угодно. Все потому, что на улице Фестивальной в поселке Новом той самой дороги нет. Люди ходят в резиновых сапогах, перебываются на асфальте. У соседей. По словам местных жителей, еще в 2012 году соседние грунтовые дороги отремонтировали. Завезли гравий и до сих пор покрытие держится. Во всяком случае, пройти можно не по колено в грязи. Вот только про фестивальную почему-то власти забыли. Хотя на улице несколько жилых домов. Живут здесь и семьи с детьми, которые по этой дороге регулярно ходят в садик и школу. Администрация района говорит, что это не в их полномочиях. Этим занимается городская администрация. А в городской администрации говорят, что у них в планах этого нет и денег на это тоже нет. В дирекции дорожного хозяйства подтверждают, в порядок грунтовой дороги здесь действительно приводили. В 2012-2013 годах, почему фестивальная поплыла, понять не могут. Но знают точно, денег на ремонт полноценный сейчас нет. Сейчас будем изыскивать дополнительное сигнование для того, чтобы все-таки как-то их привести в нормативное состояние. Но хотелось бы еще жителей попросить, чтобы они поучаствовали в голосовании ППМИ. И, соответственно, чтобы привести ее в нормативное состояние уже в асфальтобетонном покрытии. Впрочем, люди здесь многого и не просят. Хотя бы как все остальные дороги в поселке Новом. Засыпать гравием хотя бы. Во всяком случае, как пообещали в дирекции дорожного хозяйства, отгрейдируют улицу фестивальную в ближайшее время точно. Дмитрий Ишитарчук, Антон Мамая, Бюро новостей Давича. Подари мне жизнь. Всероссийская акция с таким названием началась в Кирове. Ее цель – снизить количество абортов и рассказать женщинам о святости материнства. В рамках этой акции с 9 по 15 июля в женской консультации номер 2 пройдут лекции и семинары. А в коридорах поликлиники – выставка детских рисунков на тему «Мама и я». По статистике, каждая седьмая женщина, которая пришла на аборт, отказывается от этого решения после разговора с гинекологом. Поэтому врачи считают, что такие акции очень важны. На лекциях и семинарах женщинам расскажут о социальной поддержке, о правах матерей, о контрацепции. А также женщины узнают о возможных последствиях прерывания беременности. Больше с этим сталкиваются женщины достаточно молодого возраста, которые немножко недооценивают ситуацию, неправильно предохраняются, где-то отдают раздеправление мужчинам. И наступает беременность. Если вчерашняя школьница приходит с беременностью, она, конечно, хочет ее прервать. И вот мы хотим поработать с этой проблемой, чтобы девушки все-таки лучше планировали, наверное, свою жизнь. Ну и, соответственно, чтобы меньше было последствий репродуктивных в дальнейшем. В Кировской области утвердили список объектов, которым нельзя отключать электричество. В этот перечень попали 1709 зданий и помещений. Среди них объекты ФСБ, Минобороны, ФСИН, МВД и других ведомств. Как объясняется в указе, который размещен на сайте областного правительства, ограничение режима потребления электрической энергии в этих зданиях может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Больше 8 миллиардов рублей из федерального бюджета поступило в Кировскую область. Об этом сообщили в правительстве региона. Основная часть целевых межбюджетных трансфертов была предназначена для реализации мероприятий государственных программ. В частности, на сельское хозяйство выделен миллиард 340 миллионов. На социальную политику – миллиард 200. На благоустройство – почти 300 миллионов. На здравоохранение – 180. На лесное хозяйство – 125. И на дорожное – 105 миллионов рублей. В Кирове закончатся прогулки пешком по вятке. Об этом сообщили организаторы проекта Антон Касанов и Станислав Суворов. Сообщение об этом появилось 10 июля в официальной группе в сети. По словам организаторов, у всех проектов есть не только начало, но и конец. И этот летний сезон прогулок-экскурсий станет последним для пешком по вятке в том виде, в котором он известен. Как изменится проект в будущем, пока неизвестно. Полицейские разыскивают подозреваемого в краже. В середине июня в магазине на улице Московской неизвестный мужчина похитил товары на сумму около 3000 рублей. На видео с камер наблюдения видно, как он ходит по магазину, складывает товар в корзину, после чего заходит за витрины и перекладывает содержимое в сумку и карманы. Затем покидает магазин, не расплатившись. На вид ему 35-40 лет, рост 170-175 сантиметров плотного телосложения. Всех, кто опознал злоумышленника, просят позвонить в полицию по телефону на экране или 02. Сейчас мы ненадолго прервемся, а вот что вы увидите во второй части нашего выпуска. Пели, танцевали и ездили на мотоциклах. Как прошел фестиваль «Взлетная полоса». Рев мотора в Белой Холунице. Там состоялись областные соревнования по мотокроссу. Ковали железо. В Белой Холунице прошел фестиваль ремесленников. Это «Давича» и мы продолжаем. Рев моторов, рок-н-ролл и дождь. Очередной байк-рок-фестиваль «Взлетная полоса» состоялся накануне в области. Около 4000 гостей и мероприятия собрались на аэродроме Кучаны. Праздник рока и байков длился два дня. Открыл фестиваль чемпионат России по мототриалу. В Киров съехались участники со всей страны. Они преодолели все препятствия на самой большой в России стационарной трассе под открытым небом. Среди них и 14-кратный чемпион России и чемпион Европы Александр Фролов. Кроме того, на главной сцене фестиваля стартовали выступления кировских кавер-групп и химическое шоу. А уже вечером со сцены прозвучали известные мировые рок-хиты. К слову, за всем происходящим на фестивале жители области могли наблюдать, не вставая с дивана. На телеканале Девятка ТВ, напомню, это 21-я кнопка кабельного вещания, велась прямая трансляция. К слову, узнать о том, как прошел фестиваль, можно из новостей радио Ваня и интернет-портала Девятка.ру. В первый день фестиваля дождь практически не прекращался. Но гостей праздника он не сильно испугал. Праздник добра, единства, и сплоченности прошел в Вязкополянском районе. В минувшие выходные там отметили Сабантуй. Собравшиеся смогли поучаствовать в мастер-классах, спортивных мероприятиях, посмотреть массу творческих номеров. К слову, в этом году в празднике приняли участие 7 тысяч человек. 7 тысяч человек в этом году собрал татаро-башкирский национальный праздник Сабантуй. В Вязкополянском районе он прошел уже в четвертый раз в статусе межрегионального. Возрождали в свое время очень тяжело, трудно, потому что денег, как известно, не было, и собирали там с миру по нитке. Но благодаря тому, что все-таки откликнулись все жители до единого, и русские, и морейцы, и татары, еще раз подчеркну, и поддержали саму идею, этот праздник возродился. Теперь же он стал регулярным, все его ждут. В ходе праздника были организованы декоративно-прикладная выставка продажа, мастер-классы город-мастеров, а также спортивное состязание, среди которых самой зрелищной по традиции стала национальная борьба на поясах куреш. В числе почетных гостей праздника был и лауреат международных и региональных конкурсов, обладатель премии «Болгар» Руслан Хасанов. Он зачитал приветственное послание от президента республики Татарстан и поздравил собравшихся. Рад ощутиться на вашей территории, хотя я сам уже родом с соседнего района, с Кокмурского, с Татарстана. Вот сегодня посчастливилось посетить ваш такой грандиозный праздник, чему я бессказанно рад. И, конечно же, наши песни сегодня, наши поздравления будут только для вас. Сабантуй проводится в честь окончания весенних полевых работ. Подводятся их итоги, намечаются планы на будущее. Глава Вецкополянского района вручил ценные подарки, грамоты и благодарственные письма от администрации передовым хозяйством. Они точно знают, что ковать нужно пока горячо. В минувшие выходные в Белой Холунице прошел третий межрегиональный фестиваль «Железо». 11 кузнецов соревновались в умении делать подковы и провели мастер-классы для горожан. Какими качествами нужно обладать, чтобы овладеть этим ремеслом, узнаете прямо сейчас. Если на самом кончике, как раз возьмешь, а я буду кузить. Как сделать подкову за полчаса, знает каждый кузнец, но не каждый зритель. Поэтому ремесленник из Перми Владислав Майоров проводит мастер-класс для детей. Здесь он объясняет технику и дает ценные советы. Всем советую рисовать сначала, учиться рисовать. Как минимум иметь воображение. Без воображения ковать железо не может и любовь Шадрина. Хотя это ремесло для нее скорее хобби. По профессии девушка-историк. Что она признается, использует из-за наковальни. Специализация была на археологии. Если я раньше не искала какие-то артефакты, теперь я их сама делаю. Постараюсь ориентироваться на так называемый своемитый пермский звериный стиль. Ну, конечно, с какими-то современными внесениями. В минувшие выходные 11 кузнецов из Перми, а также Московской и Кировской областей встретились в Белой Холнице. Там прошел третий межрегиональный фестиваль железа. И он, как заметили гости, отличается от предыдущих. Первый фестиваль совсем не подходили. Второй фестиваль уже больше. Третий еще больше подходит. То есть это уже интересно. Активизация пошла. Это еще интересно. Они нас ждут. Кроме того, на фестивале молодожены Кунцовы попробовали сделать подкову, которая является символом семейного счастья. Это их первый кузнечный опыт. Как и для многих других зрителей, которые впервые взялись за тяжелые инструменты. Отмечу, что по итогам Дня железа кузнецы получили дипломы и подарки. Соревновались с силой, ловкостью и точностью удара. В Вятских полянах продолжаются общероссийские соревнования по городошному спорту. На чемпионат съехались около 200 спортсменов. Всего за победу будут бороться 18 мужских и 4 женских команды. В каждой команде по 6 человек. И все спортсмены будут бороться как за командное, так и за личное первенство. Причем женщины, по словам организаторов, на таком крупном турнире по игре в городки выступают впервые. Отмечу, понедельник уже пятый по счету день соревнований. Закончится чемпионат 13 июля. Тогда же будут подведены итоги. Победители получат кубки, медали, а также небольшие денежные премии. Желаю вам успешных выступлений, удачи спортивной, спортивного поведения и найти хороших преданных друзей. С праздником вас! В Белой Холунице прошли открытые областные соревнования по мотокроссу среди спортсменов-любителей. Всего участников было 30. Среди них и дети, и взрослые. Все они приехали из разных уголков области и даже из удмуртского города Можга. Как прошли соревнования и почему трасса на тренировочном этапе оказалась сложнее, расскажем далее. В этом году впервые приняли участие в этих соревнованиях гонщики на квадроциклах. Также были спортсмены из других классов мотоспорта. Таких как питбайк, хобби и опен. Всего шесть классов. По словам организаторов, эта трасса для мотокросса интересная и выполнена на должном уровне. Поэтому гонки на ней проходят часто. Но в этот раз спортсменов было немного. Участники признались, самым сложным испытанием для них стал тренировочный заезд. Ведь накануне прошли дожди, трасса размокла. Но во время гонок грязь высохла и ездить стало легче, говорят спортсмены. Гонщики сделали по два заезда, а судьи по их итогам начисляли баллы за скорость. Направшие наибольшее количество очков становились победителями. Соревнования длились один день, и лучшие спортсмены были награждены дипломами, медалями и денежными призами. А самый маленький участник, восьмилетний Максим Комлев, получил в подарок телефон за смелость и упорство. Мальчик занял третье место. Кроме того, организаторы сообщили, следующий мотокросс пройдет в Кирово-Чепецке, и это будет этапная гонка. Таким был этот понедельник глазами наших корреспондентов. В ближайшие минуты выпуск Бюро новостей Давича появится на сайте девятка.ру. Там же много другой полезной и интересной информации. Делайте новости вместе с нами, сообщайте о событиях в редакцию Давича по телефону 38-48-88. На этом я с вами прощаюсь. В студии работала Екатерина Дузубарева. Всего доброго, до свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok